Любимые, дорогие, всем бонжур! Давненько у нас не было близости, вернее расклада на близость. Но давайте сейчас ее сделаем. То есть его, этот расклад. Будет шесть вариантов. Загадывайте вашего партнера, выбирайте одну из шести карт. Нуар Таро. Посмотрим, как именно эта колода нам ответит на этот сакраментальный вопрос. В принципе, колода и отношенческая, и эротическая. Ну давайте спросим ее, каковы же ваши отношения, в том числе эротические, располагают ли они к близости. Шесть карт, шесть вариантов. Загадывайте партнера, выбирайте для него вариант. Либо на все шесть можно раскидать неких интересующих вас партнеров. И можно даже загадать некий срок, когда вы ждете этой самой близости с этим самым вашим сакраментальным партнером. Итак, карты выложены. Приступаем к трактовкам. На дне колоды остался туз мечей. Ну я думаю, что близость или смерть. Вот так вот ультимативно нам здесь даже говорят эти карты. Ну давайте смотрим ваш конкретный вариант и что это вообще все значит. Итак, первый вариант. Будет ли близость? Это карта рыцарь копков. Нам отвечает, да, близость будет. Причем эмоциональная, радостная, романтическая, такая очень впечатляющая. Потому что люди, вы, видимо, впечатлительные, да, и очень хорошо друг друга впечатлите. Но самое главное здесь будет инициатива от мужчины, соответственно. От вашего партнера, давайте так скажем. Потому что здесь вот такой вот мужчина, который уже таки же намылился, уже таки же готов. Кофеечек тут попивает или что-то более крепкое, располагающее. Не обязательно крепкое, но, может быть, наоборот, целительное, но располагающее к близости. Интересно, что он за фотографии здесь смотрит. А на фотографиях, ну я так понимаю, что поскольку этот Таро Нуар, это, скорее всего, по сути, некий детектив, который видит и смотрит фотографии там типа места происшествия, да, места преступления. Но поскольку у нас все-таки речь специфическая, да, вернее, специфический вопрос, речь о близости, здесь мы видим буквально мужчину, который рассматривает фотографии женщины. Возможно, да, делаем из этого вывод свой, да, сообразный нашему вопросу, теме гадания. Возможно, здесь человек посмотрит на ваши фотографии, на ваши видео и, скажем так, воспылает к вам желанием. Возможно, прям при встрече он будет смотреть ваши фотографии, то есть встретится, и он даже специально вот как-то вас к этому подведет. Вам скажет, что, ой, а мне так нравятся твои фотки, прям вот. И достанет смартфон, либо в соцсети ваши залезет, будет листать вашу ленту и смотреть, какие фотки у него там полайканы, выбраны. Либо он, если, ну да, если в соцсетях у вас нету фотографии, возможно, у него лично есть ваше видео, ваше изображение, ваше фото. Может быть, кстати, не обязательно именно фото, возможно, портрет какой-то у него есть ваш, да. То есть, ну, я не знаю, как это может проиграться, да, может быть, вы ему как-то поделились своим портретом. Либо он художник, здесь вполне может быть, ваш партнер тоже такой вполне себе творческий товарищ. Так вот, он может ваше изображение любого формата, в том числе художественное изображение, да, а-ля Пикассо какой-нибудь. Вот может он вас разглядывать там. И, вернее, вот когда вы встретитесь, он может специально так к этому подводить. Что вот, а мне так нравится этот твой рисунок, а мне так нравится этот твой портрет, это твое видео, в общем, что угодно, где изображены вы. Вот, то есть, делайте выводы, да, то есть, смотрите, если человек при вас достает свой прибор, то бишь свой смартфон, и начинает смотреть ваши фото, видео и восхищаться вашим изображением, значит, он намякивает, да, намякивает, намякивает на некую близость между вами, которую он хочет, жаждет, можно даже так сказать. Вот что я вам здесь хочу пообещать по этой карте рыцарь кубков. Ну и, скорее всего, этот человек приедет к вам сам, потому что это все-таки рыцарь, потому что это все-таки карта движения. Ну, в редких, вернее, в особых случаях, возможно, здесь эта карта просто, ну, рыцарь просто показывает, что вам обоим нужно совершить какое-то действие. Короче, обоим нужно кому-то приехать, да, то есть сократить это расстояние. То есть поездка все равно здесь должна быть какая-то значимая, не просто из одного конца города в другой конец города, а может быть там в другой город, в другую страну и т.д. и т.п. В любом случае здесь поездка фигурирует, имеет место, да, должна быть, чтобы близость-то состоялась. Вот, но, скорее всего, все-таки не вы поедете, а именно ваш партнер, потому что рыцарь кубков, он, вот он скорее из тех, кто долго запрягает, но быстро едет. Все-таки это не самый быстрый рыцарь, так что дайте ему время, дайте ему время запрячься, впрячься, эмоционально настроиться на это, на эту готовность к близости, и тогда все у вас случится, тогда у вас все будет. Ну все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости, интереса к вам этого загаданного человека. В принципе, интерес у него есть, эмоции есть, и вам с ним обязательно будет хорошо. Если вы загадали срок, то близость будет точно в загаданный срок, прям вот точно-точно, хотя человек может быть не очень пунктуальный сам по себе, но близость будет, да, для близости, поскольку он мотивирован, все-таки некую пунктуальность он здесь соблюдет. Вот, с одной стороны, если вы срока не загадали, я не хочу вам ничего обещать, не хочу как бы обнадеживать, но примерно, я думаю, недели две можно здесь человеку дать на раскачку, то есть недели в две, наверное, он должен родить. Вот, ну на крайняк, что, да, на крайняк, ну может быть месяца два, вот так вот, да, на крайняк, так уж я хочу вам пожелать близости, тем не менее, да, если не в две недели, то в два месяца. Счастья вам, любви, гармонии, исполнение этого варианта, вам будет хорошо с ним, вам понравится, а я перехожу к следующей, ко второй карте. Итак, второй вариант, вторая карта, будет ли у вас близость с этим загаданным человеком, если вы еще не загадали срок, загадывайте сейчас, и смотрим эту карту. Это карта звезда, нормально, вот так вот раскрыть, да, раскрыть передо всеми все ваши прелести, кто клюнет, тот и с тем и будет близость, да, с тем и получится. Причем тут джентльмены такие суровые, строгие, и они с одной стороны в таком красном цвете здесь изображены, да, интересно, здесь обычно черное, белое, красное, да, такая гамма в этой колоде на этих картах. Здесь интересно, что не женщина выделена красным, не персонаж выделен красным, а именно вот эти вот все, как бы фоновые такие, да, фоновые, невзрачные эти люди, мужики, проходящие мимо, выделены красным, которые на самом-то деле внезапно воспылают страстью, когда вы позовете. Вот, возможно, вам нужно человека этого позвать, чтобы у вас была эта близость, да, буквально вот так вот, то есть сразу он не понимает, он сразу просто так он не врубается, не загорается, даже если у него там в душе есть к вам и желание, и стремление, и страсть, и все остальное. Но не так-то просто его раскачать на это, не так-то просто вообще его к этой мысли подвести, то есть, может быть, человек такой, что, ну, как бы, не то, что самых честных и строгих правил, но, возможно, человеку трудно вырваться из какой-то его среды. Не обязательно, что это семья, скорее, это вот именно его круг общения, скорее, друзья на него имеют такое влияние, что у них больше принято не пускаться во все тяжкие, а, извините, мечтать собственноручно, да, то есть помечтать о вас человек готов, и, возможно, у вас с ним даже был разговор о том, что давай помечтаем на всякие эротические темы, то есть вот мечтать человек готов, и, может быть, вы даже и мечтали, а, может быть, и не очень у вас это пошло, потому что, ну, просто так мечтать, по-моему, это тупо все-таки. Вернее, не то, что тупо, а в какой-то момент устаешь просто мечтать, и в какой-то момент ты понимаешь, что уже тебе нужно все по-настоящему и по-серьезному. А этот человек может быть не очень готов по-серьезному, но на помечтать готов, чтобы это не заходило дальше каких-то рамок приличия. То есть даже если вы будете ему все свои прелести показывать фотками своими голыми и всякими разными соблазнительными голыми и не голыми, и наоборот одетыми его забрасывать, вряд ли его это сильно впечатлит, а даже если и впечатлит, то вряд ли он будет готов эту свою впечатлительность как-то реализовывать с вами. Да, вот, короче, это не рыцарь кубков по первой карте, который уже прям готов, который и впечатлится, и готов. Этот впечатлится, но не готов таки. Так вот, в загаданный срок, если вы конкретный срок загадали, я боюсь, что, скорее всего, близости не будет, но когда-то в перспективе, когда этот человек раскачается, когда он позволит себе вот что-то такое, выходящее за рамки этой обыденности его, обыденной жизни. Может, он вообще никогда никому не изменял, да? Может быть, в его кругу вообще не принято вот ходить налево-направо. Может быть, в его кругу даже, если он даже не семейный, если у него никого нет, если он холостяк, может быть, у них не принято вообще ходить по бабам и по мужикам тоже, да? То есть, у них вот принято больше мечтать, больше вести такой унылый, сине-чулочный образ жизни, да? Там вот делиться какими-то своими виртуальными похождениями друг с другом в этом кругу, да? Ну, в смысле, делиться друг с другом, а похождениями в другом кругу, в кругу женщин. Ну, а на близости, извините, у него как бы вот кишка тонка, да? Вот, простите за такое грубое выражение, но вот надо, чтобы, надо его раскрутить на то, чтобы он решился таки на эту близость, и в этом, собственно, проблема, даже если он этой близости хочет. Вот, но все-таки есть у вас шанс, потому что человек, в принципе-то, мечтает, в принципе, вы ему зовете, призываете вы его. Давайте, может быть, чуть больший срок загадаем, или, скажем так, даже не будем, может быть, ограничивать карты, а посмотрим, в какой срок у вас будет эта близость, да? Давайте вот так зададим вопрос. Это что? Это девятка кубков. Что за фигня в шумном баре, да, в шумном зале ресторана? Вот реально ощущение, что вот здесь опять какой-то бар, где одни мужики, они там пьют, у них какая-то своя мужская компания, они про баб скорее посудачить готовы, скорее вот поговорить готовы, чем конкретно заниматься своей близостью. Но очень странно, потому что, извините, о чем они будут говорить, какими подвигами хвастаться, если никто из них не готов на какие-то реальные действия в отношении женщин, если у них не принято это. Какие нафиг подвиги могут быть тут, если ты ни на что не можешь решиться? Ну, тем не менее, вопрос был, когда девятка кубков, это скорее говорит о том, что да, дает нам срок в 9 месяцев, то здесь скорее такой долгий срок. И, в принципе, звезда сама по себе, да, сама по себе нам дает указание на то, что будет, но не скоро, да, все будет, но не сразу. Ну, во-первых, сейчас опять будет длинное-длинное видео, во-первых, человеку нужно действительно переформатировать себя, чтобы на эту близость согласиться, да, вот буквально война какая-то. То есть не обязательно, что вы должны с кем-то воевать и его отбить у кого-то, да, здесь скорее борьба с ним самим, с его прошлым, да, потому что он, возможно, ну, если не поставил на себе крест, то у него такие, такое очень большое сопротивление. То есть даже если, в принципе, он не, ну, ничего не имеет против, ну, он, скажем так, не готов, да, то, что я уже сказала, он не готов. Поэтому вот с его неготовностью вам нужно бороться, бороться, бороться. Если он сам поставит себе цель побороться со своими страхами, препятствиями, преодолеть что-то внутри себя, то, конечно, у него это тоже получится, и он сам будет этому рад. Но, опять же, здесь нужно переформатировать голову человеку прежде всего, то есть нужна солидная психологическая работа человека над самим собой. Буквально преодоление, буквально измениться ему нужно, отойти от старого мышления, от старых друзей, от старых привычек, да, вот. Не то, что изменить самому себе, но вот изменить, не изменяя себе, изменить себя, да, может быть, как-то оторваться от друзей, которые его тянут. Ну вот, то есть полная, давайте первую, да, хочу посмотреть первую карту, что-то она мне вот тут вот прям это, захотелось мне на нее посмотреть, да. Полное переформатирование человека здесь необходимо. Ну вот, карта императрицы здесь выпадает, не знаю, есть ли у него женщина, несмотря на то, что здесь императрица выпала. Не думаю, что вот прям вот у него есть какая-то баба, которая его прям грудью защищает и не дает ему пускаться во все тяжкие. Скорее всего, даже нет. Может быть, есть женщина из прошлого, но вот, ну как-то, не думаю, что здесь в женщине дело, короче говоря. Если бы он сам захотел, женщина не стала бы препятствием. Женщина в этом смысле, даже если есть какая-то женщина, это скорее такая отговорка, это скорее его повод выходить из зоны комфорта, да, что-то такое вот делать, вот. Но, тем не менее, императрица, да, чтобы развивать отношения, чтобы начинать какие-то отношения, но, тем не менее, эта императрица скорее нам указывает на лето. Так что, может быть, сейчас у нас весна, начало весны, так что, может быть, у вас близость состоится не обязательно через 9 месяцев, а может быть, даже скорее летом, да, может, даже через 3 месяца. Да, поскольку императрица все-таки 3-й старший аркан, старше, важнее, чем всякие там, ну, звезда она, может быть, не, звезда скорее, наверное, весну показывает, но можно сказать, что на стыке весны и лета у вас эта близость произойдет. Вот, вот, я надеюсь все-таки, да, потому что, потому что, потому что хочется уже поскорее, давайте еще достану карту. Долгое будет видео, готовьтесь, да, восьмерка пентаклей, точно в цель нужно попасть. Опять тут какая-то борьба, опять какие-то дебаты предвыборные, да, вот смотрите, интересная карта, что сидит чувак, а у него как будто дьявол и ангел, да, с одной стороны. Вернее, тут обе его половинки, да, обе его ипостаси собственные, да, то есть разнонаправленные у него желания, один такой безбашенный, типа, давай, давай, ты мужик, ты должен свои желания удовлетворять, ты же этого хочешь и все такое, да. Один такой более брутальный, более решительный, а второй такой мямля где-то, да, такой благовоспитанный, порядочный, который вот так вот фейспалмит и говорит, какой же ты будешь дурак, ты не имеешь права там, ты-ты-ты, а как же мораль, кем ты будешь, да. То есть у него вот желание порвать рубаху на груди и пуститься с вами во все тяжкие, с одной стороны, да, одна его половина думает так, а другая его половина, и нет, это не жена, это половина его собственной души, его собственного сердца думает такая, ну куда ж ты лезешь, ну что же ты, да, вот фейспалмит на него самого, да, что ж ты такое вот себе позволяешь. В общем, зануда такой, да, в нем, хочется иногда сказать, черт и бес в нем там сидят, да, черт на одном плече, бес на другом, да, ангел и бес, а у этого черт и бес. Вот, ну в общем, срок я вам дала, вернее, да, карты нам показали срок. Короче, человек мечтает, но не может себе этого позволить, потому что у него там мораль, у него там свои заморочки, и женщиной он может прикрываться, да, что типа это не я, это не я, это все она. А можно сказать, что он вот даже где-то трус, трусом даже могу его обозвать, потому что он этого боится и находит причины, лишь бы только не осуществлять эти свои мечты в реальности. Ну, тем не менее, 9 месяцев максимум, а лучше 3 месяца где-то на стыке весны и лета, пусть эта близость у вас состоится, но ждите. Может быть, такая вот, кстати, карта звезда, может быть, она, это правильная стратегия, капля камень точит. Значит, возможно, вам имеет смысл периодически вот так вот появляться внезапно в его жизни, да, любовь нечаянно нагрянет периодически. Вот не то, что из себя прям такую распутницу строить, но скорее вот так вот такие порывы самораскрытия перед ним делать. Не обязательно тело, но и души прежде всего, да, такие вот жесты в его сторону, такой даже какой-то эксгибиционизм в его сторону. Показывать тогда, может быть, вы его и раскачаете. Такая тактика, я думаю, будет очень даже неожиданно с одной стороны, а с другой стороны очень завлекательно для него и результативно как раз, да. И нужную правильную сторону его души вы этим задеваете, да, вот этого самого чувака в майке алкоголички, который вот она цель-то, вот оно, вот оно счастье, вот она женщина. У него там мишень на груди, вот она твоя мишень, попади в нее. Вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас близость таки состоится, пусть он решится. А я перехожу к следующей, к третьей карте. Итак, третий вариант, третья карта. Будет ли у вас близость с загаданным человеком? Пока карту не открыла, загадывайте срок, кто еще не загадал. И смотрим карту. Это шестерка жезлов. Да, близость будет вполне. Возможно, вам тоже, вот как в предыдущем варианте, нужно завлекать этого человека. Намекать ему всячески, спеть ему что-то, мурлыкать ему что-то, говорить ему. Здесь человек может очень любить ушами. Говорят, что мужчина любит глазами, но здесь и глазами он вас должен полюбить сначала. То есть перед ним надо во всяких позах, во всяких интересных платьях, и открытых, и закрытых, и загадочных, и сексуальных вызывающих. И в красном перед ним появляться, да, вот в этом во всем появляться. То есть весь арсенал использовать, мелькать перед ним, показывать, какая вы успешная личность, как вы всем нравитесь, как вы популярны. Показывать ему свое видео в сети, всякое разное. Если вы что-то выкладываете в интернете, в свои фото, всю свою сексуальность, весь свой арсенал ему демонстрировать в этих самых видео. Возможно, вот именно в соцсетях гнать какой-то сексуально-эротический контент, чтобы не только он на него залипал, но и все остальные. И этот, чтобы понимал, что вы популярны, да, за вас надо еще побороться, чтобы вы его тоже где-то подсознательно привлекали, да, что типа вся рота хвалит. Вот, что вы победительница по жизни. Не буду здесь, наверное, говорить, что нужно именно преодолевать между вами какие-то препятствия, либо приехать, потому что этот, ну, кому-то, кому-то, да, преодолеть расстояние. Я думаю, что здесь приезд – это не основной момент, да, здесь не, ну, как бы, это и не проблема приехать, да, потому что иногда нужно просто тупо приехать. И тогда близость состоится. Здесь дело не в этом, дело не в приезде, а именно вот в ощущении радости, победы, вот этой вот, да, вдохновения такого, призыва какого-то сексуального, да, здесь вот именно в мотивации дела, а не в движении как такового, да, не в преодолении расстояния как такового. Что-то еще хотела сказать по этой картине. А, да, ну, по поводу контента, вот гоните всякий эротический контент, пусть человек на это дело все воспламеняется, с одной стороны. Так, что еще? С другой стороны, ну, можно, вполне можно вам так немножко по-наглому себя вести и здесь вполне проявлять инициативу. Ну, осторожно, естественно, лидирующее положение должно быть за мужчиной, что вот он прям вот вас победил, покорил. Ну, он прежде всего должен сам покориться вам, вы его должны завлечь, короче говоря. По, собственно, по тематике, наверное, все. Если вы вдруг не загадали какой-то срок, шестерка жезлов дает нам все-таки максимально быстрый срок, да, минимальный срок, скорее всего, шесть дней. Да, тут, возможно, счет идет действительно на дни. Ну, либо что, либо что, 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 либо недели, ну, опять же скажу, недели две. Ну, в вашем случае, я на первом варианте говорила две недели, по-моему, да. В вашем случае, скорее всего, недели две это будет очень быстрый срок, да. То есть вряд ли здесь придется как-то долго ждать, потому что шестерка жезлов, в принципе, карта нетерпения, карта вот уже свершившегося, свершившегося победы, да, свершившегося действа. Когда вот энергия есть и хочется ее скорее-скорее выплеснуть. Чуть не сказала выплюнуть, выплеснуть. Поэтому, да, вполне вы можете этому человеку что-то напеть в уши, можете его как-то красиво зазвать, что-то ему красивое сказать, вот. Ну, если не загадали срок, то шесть дней пусть у вас это сбудется. Если загаданная, соответственно, близость, если не шесть дней, то в загаданный вами срок обязательно, да, потому что здесь ситуация готова, вы готовы, партнер готов. И уже вот хочется-хочется скорее-скорее это все реализовать и насладиться вот этим достижением, этой победой, этим призом, да, вот этим всем, что вас ждет. Счастья вам, любви, гармонии, близости. Я перехожу к следующей, к четвертой карте. Итак, четвертый вариант, четвертая карта. Смотрим, будет ли у вас близость. Если не загадали срок, быстренько загадываем срок и смотрим карту. Это жрица любви. Ну, нормально, да, жрица любви, красотка. Она в мужском таком пиджаке, а под мужским пиджаком фактически вот такое же красивое красное платье. У нее красная помада, красная, ну, думала, что это бутоньерка, это платочек такой вот красненький. В принципе, да, карта хорошая, женщина здесь готова, но давайте посмотрим, готов ли ваш мужчина. Близость, я думаю, что все-таки пожрится, ну, как обычно, ком тужур, пожрится. Обязательно должна быть тайная, ожрится, да, тайная близость. Возможно, это даже будет от вашего человека такое условие, что я готов, но близость между нами обязательно должна носить тайный характер. А ты должна носить закрытую одежду какую-то, да, под которой, как, фактически, как вот здесь, да, под которой, ну, здесь ничего, наверное, нет на девушке. Или там минимальная какая-то одежда по карте звезда по второму варианту. Здесь все-таки что-то такое сексуальное должно быть на девушке, но вот если вы едете к нему на свидание, в гости, допустим, или, ну, да, или вы где-то встречаетесь в то место, ну, да, или в гости к нему, или в место вашего свидания. Возможно, вам здесь стоит сверху надеть, да, верхнюю одежду, какую-то действительно длинную, балахон какой-то, который вас полностью закрывает, а там уже, придя к нему, когда он только вас видит, там уже вот это все себя снять, вот это вот, обнаружить свое желание в отношении него, да, чтобы никто другой этого не видел, чтобы никто другой не знал, чтобы по вам нельзя было понять, что вы идете, едете, бежите к нему на свидание, да, чтобы вот только перед ним вы раскрылись, разделись, да, и оказались в таком красивом сексуальном платье, с такими красивыми сиськами и всеми остальными атрибутами, которые так привлекают, да. То есть вот это, может быть, и буквально вам так вот нужно одеться, да, и так это выдержать, вот это вот инкогнито ваше. С другой стороны, возможно, и в отношениях, именно по отношениям, потому как это все будет организовано, вам никому нельзя будет об этом говорить. И, ну, не то, что ему намекать, ему намекать, еду намекать, да, ему намекать, я думаю, что он и так, в принципе, знает и понимает. И жрица часто говорит о некой ментальной интуитивной связи между вами, но интуитивно мечтать – это одно дело, а все-таки близость близостью, да, то есть реальная близость реальной близостью. То есть, в общем, как-то вот вы, ну, намекать, конечно, можете, но никому об этом не говорить, короче говоря, да, раскрываться только ему. И только внезапно, чтобы все-таки его вот так вот поразить, чтобы вы были вот такой вот красавицей, такой жрицей любви только для него. Вот что для него важно, что ему важно. Хотела достать, да, тасовала колоду, хотела достать карту допом, четко спросить карты, когда же у вас состоится эта близость, потому что жрица, она не очень точно может говорить нам о времени. Да, пятерка мечей, грустно. Шерлок Холмс и доктор Ватсон здесь, да, Шерлок Холмс и Ватсон его фактически. Ну, что за елки-палки, пятерка мечей – это какой-то конфликт, да, и пошли они на охоту Шерлок Холмс и доктор Ватсон за собакой Баскер-Вейли. Возможно, здесь, ну, не то что тайны, скандалы, интриги, расследования, но, возможно, здесь есть даже какие-то люди, которые против ваших отношений, да, почему вы должны втайне это все держать? Потому что есть недоброжелатели, потому что за вами, извините, банально могут следить, потому что кто-то здесь может сыщика нанять, Шерлока Холмса нанять, не знаю, что. Да, либо этот Холмс, которого блюдет его Ватсон, он не даст ни с какой жрицей ему гулять, соответственно, да. Допом выпадает туз мечей, ну, который выпал на дне колоды. Но здесь, я думаю, что туз мечей все-таки нам хорошее значение дает. Женщина, она тут такая, палец в рот не клади, она тоже во всеоружии здесь женщина, ну, увы, соответственно, да. Туз мечей, во-первых, говорит о том, что близость все-таки будет, несмотря на препятствия, потенциальные конфликты, какие-то третьи, пятые, десятые лица. Если человек военной специальности, он может занят сейчас быть всеми своими этими военными делами, и у него просто времени там мало на личную жизнь, да, нет времени. Особенно, если он где-то в командировках, поездках, да, на болотах гоняется за собаками всякими баскервилей. Вот возможно, уток стреляет, да, возможно здесь, во-первых, когда у человека будет, да, увольнение, отпуск с одной стороны, с другой стороны, когда он пойдет, придет с победой, да, вот здесь вот победа буквально показана на тузе мечей. А с третьей стороны, все-таки, здесь хорошие карты в плане, ну, хоть они и мечевые, но они показывают нам в плане времени хорошие карты, потому что, скорее всего, мечи это, ну, тут вот вопрос, мечи или жезлы, какая самая быстрая масть. Но я все-таки склоняюсь к тому, что мечи это прям самая быстрая масть, да, она самая жесткая, но и самая быстрая по времени. Короче, близость будет, возможно, от одного дней, от одного до пяти дней, с одной стороны, да, то есть вот, либо завтра, либо через сутки, вот, либо где-то дней пять, либо как максимум это месяц, да, вот. Вот, ну, в принципе, месяц, если человек в отъезде, если препятствия, если прям какие-то сложные обстоятельства, когда вам действительно нужно прятаться, ховаться, и у вас прям там жесть, детектив, да, кровь, кишки, скандалы, интриги, расследования, если у вас так все серьезно, то месяц, это вполне, вполне хороший, быстрый вариант. Вот, не, не хочу больше добавлять этих карт. Ну что, можно повторить, да, да, давайте повторим, что близость будет от одного дня, если у вас все просто, если все не просто, то через месяц. Вы должны именно соблюдать тайну этих отношений, тайну вашей близости, возможно, прям вот тайну этого места вашего, где у вас все состоится, и быть любимой женщиной только для него одного, быть такой вот завлекалочкой, завлекательной жрицей любви только для него одного. Ну и ждите, когда он вернется из всех своих командировок, путешествий, да, и все, что у него там такого страшного происходит. Это все должно его немножко отпустить, он должен справиться со всеми этими препятствиями, и даже не препятствиями, а просто делами, которые его отвлекают от вас. Закончить эту свою охоту, и тогда уже, чтобы у вас все состоялось, да, вот тогда уже вы к нему можете вот так вот пристать и сказать, ну-ка быстро пошли, да. Показать несколько свою иную натуру, показать, может быть, даже не агрессивность, но жесткость некую такую, да, что все, вы настаиваете, я настаиваю на близости. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости. Таки ж пусть этот вариант у вас сбудется в хорошем смысле, а я перехожу к следующей, к пятой карте. Итак, для тех, кто выбрал пятый вариант, пятую карту, смотрим, будет ли близость у вас. Если не загадали срок, загадывайте сейчас. И это карта тройка кубков, да, здесь такая прям красотка Мерлин Монро. Да, близость будет, и, возможно, у вас будет эта близость после похода в ресторан, после каких-то общих посиделок, где вы привлечете внимание этого человека. То есть здесь прежде всего идут какие-то дружеские посиделки, дружеское застолье, дружеская встреча в общей компании, в общественном месте, с этим ли человеком, не с этим ли человеком, да. Ну, то есть можете даже случайно где-то встретиться, но не обязательно, да. Возможно, вот с общей вечеринки, с чьей-то днюхи вы вместе уйдете. Если намечается вечеринка куда-то, культ поход, днюха, корпоратив, еще какой-то сабантуй, то попробуйте воспользоваться этим моментом, чтобы там привлечь внимание к себе этого человека и чтобы у вас все состоялось. Потому что здесь, конечно, ну, карта тройка кубков, конечно, показывает свидание, но все-таки, ну, все-таки говорит она о том, что здесь немножко, да, вот здесь как игра некая такая идет, да. То есть есть здесь возможность такой случайности, что называется, 50 на 50, да, либо встречу динозавра, либо нет. Вот, вот даже если вы хорошо проведете время, повеселитесь, дружески пообщаетесь, не факт, что у вас это все закончится именно близостью, и тут нужно именно вот с одной стороны приложить усилия, да, сексуальной близостью, с одной стороны нужно приложить усилия, с другой стороны, вот как фишка ляжет. Ну, я надеюсь, что ляжет тут не только фишка, да, в общем, ловите моменты, ловите удачу и когда-нибудь да выстрелит. Но, в принципе, эта тройка кубков дает нам срок 3 недели, так что если вы примерно такой срок загадали, ну, намекает нам, да, на 3 недели, так что примерно в этот срок близость должна таких же у вас состояться с этим загаданным человеком. Ну, я давайте еще потасую допы и достану еще какую-нибудь карту. Ну, это пятерка жезлов, тут прям мужчина пришел к женщине или что тут происходит, то ли она читает, то ли что, а, он хватается за стул, вскакивает, в общем, какой-то тут конфликт, что, естественно, для пятерки жезлов. Ну, не думаю, что здесь прям вот какой-то конфликт у вас должен быть, здесь должна быть скорее внезапность такая, вот такая внезапность, да, любовь нечаянно нагрянет, желание нечаянно нагрянуло. Вы должны как бы вот привлечь его внимание и пятерка жезлов скорее про 5 дней нам говорит, да, ну, хотелось бы, чтобы 5 дней, в 5 дней у вас все это состоялось, но я думаю, что 3 недели, в общем, от 5 дней до 3 недель это оптимальный срок, чтобы у вас таки же это все дело состоялось, да, хотя сроки довольно сложно смотреть по картам Таро, во всяком случае, ну, мне не всегда прям вот дается. Нет, Пентакли не хочу. Если у вас надо куда-то поехать, полететь, преодолеть какое-то расстояние, где-то на отдыхе с человеком встретиться, а, шестерка Пентакли, да, в принципе, это тоже у вас может быть, да, но такие обстоятельства, я думаю, что уже особо-то и не важны, не важны для вас, потому что здесь именно вот ловить момент, да, вам нужно каждым моментом пользоваться, чтобы бросаться человеку в глаза, и так, и сяк, и сближаться, и дружить, и вот потихоньку, потихоньку, да, производить впечатление на него, потихоньку, потихоньку, все-таки пусть у вас это получится. В принципе, вот срок в 5 дней, 3 недели, это медленный для вас вариант, да, это медленный срок, потому что здесь, ну, скорее, такой, ну, хороший вариант, здесь скорее идет счет больше на дни, чем на какие-то там месяцы, годы, недели, поэтому вот хочется мне так вам сказать. Ну, ответ, да, близость будет дружеская, и вот с дружеского, да, с голубого ручейка начинается река, с этой дружеской близости вам нужно начинать и человека постепенно вести-вести к близости эроатической, если вы его ждете, да, с близости более приемлемой, более нужной для вас с этим человеком. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, тем не менее, карта говорит, да, близость будет, дождитесь ее, вам будет хорошо, весело, приятно, совместные посиделки вас ждут, хорошие эмоции, ощущение праздника вас в итоге ждет, дождитесь. А я перехожу к следующей, к шестой карте. Итак, шестой вариант, шестая карта для тех, кто дождался. Если не загадали срок, загадывайте срок, смотрим, будет ли у вас близость в этот загаданный срок. А здесь выпадает туз жезлов. Да, будет близость, человек уже готов, человек уже ждет. Срок можно даже не загадывать, здесь в самое ближайшее время близость состоится. Давайте даже вам скажу один день, вот такой вот срок, да, в сутки оно должно у вас состояться, прям кровь из носа. Но если не сутки, то, по крайней мере, неделя, месяц. Но тут один какой-то, вот, да, один счет. Одна неделя, один месяц, одни сутки. Один час у кого-то, да, одна минута. Гадание посмотрите, и тут же человек позвонил и сказал, а я тебя так хочу, я так соскучился. Здесь, возможно, от человека будет инициатива, либо вы, как бы, увидите от него какое-то послание. Возможно, если вы смотрите его в соцсетях, он выложит какую-то серенаду, какую-то песню, буквально, как вот такой трубадур, скучающий, романтичный, страдающий. И вы поймете, что он страдает, скучает именно по вам, что хочет развития близости именно с вами. То есть вы можете откликнуться на его какой-то позыв, на его собственное предложение, на его слова. То есть вот он посвятит вам песню, стихи, вообще красивые фразы, какой-то вообще творческий человек может быть, как вы его вдохновляете, он вам может сказать, может вам посвятить картину, посвятить, напишет что-то вам такое приятное. То есть человек может вот даже как-то творчески самовыразиться, чтобы красиво к вам подкатить ради этой самой близости. Вот, что еще?